Хореографический ансамбль эксклюзив из города Октябрьск стал финалистом российско-национальной премии в области искусств и культуры «Будущее России». Девушки достойно представили Самарскую область в Москве. Руководит ансамблем преподаватель детской школы искусств номер 2 города Октябрьск Анна Викторовна Дмитриева. В хореографическом коллективе занимаются дети с 5 до 17 лет. Желающие танцевать в ансамбле проходят большой конкурс, потому что многие родители хотят, чтобы их дети занимались хореографией у Анны Дмитриевой. В 2019 году из Центра внешкольной работы Анна Дмитриева перешла на работу в детскую школу искусств номер 2 города Октябрьск. Вместе с ней в школу пришли все 30 участников хореографического ансамбля «Эксклюзив». Название коллектива «Эксклюзив» говорит о многом. Очень эксклюзивный педагог, очень эксклюзивные идеи, замечательные дети. В каждом номере она выражает себя, свой творческий талант, свою душу. Дети ее безумно любят. Она пользуется уважением коллег, конечно же. Все творческие задумки, которые Анна Дмитриева воплощает в жизнь, мы их всячески стараемся поддержать. Принимаем даже иногда личное участие в создании костюмов. В детской школе искусств номер 2 города Октябрьск на отделении хореографии дети подробно изучают классический и народный танец, а также современный. И вновь в класс Анны Дмитриевой большой конкурс. «К ней очень много людей хотят отдать своих детей на занятия, потому что дети раскрывают себя с лучшей стороны. И Анна Викторовна умеет настроить ребят на лад творчества. Вообще это очень важно. Эстетическое развитие очень важно для детей. Мальчики, девочки – неважно. И Анна Викторовна это умеет. И люди хотят к ней попасть. Поэтому однозначно она действительно фаворит из всех наших преподавателей в плане хореографии. Она очень доброжелательный пенагог. Дети к ней тянутся безумно. И у нас был действительно конкурс в ее коллектив. Когда она набирала в прошлом году первый класс, был очень большой конкурс. И мы этим, конечно же, гордимся. В сентябре у нас начались занятия. То есть первый учебный год мы уже закончили. И я хотела бы сразу отметить, что за этот год я увидела вообще значительные перемены в своем ребенке. Это стал более уверенный в себе ребенок. Это ребенок, который уже в привычку у нее вошло держать идеальную осанку. Но уверенность в себе – это, конечно, огромный плюс занятий таким вот хореографии. Мы сначала разминаемся, а потом начинаем танцевать. Нас учат всему новому. И мы пытаемся учиться больше и больше. Если у меня что-то не получается, то я стараюсь это сделать. И у меня очень хорошо выходит. И у меня почти всегда стоят пятерки. Я была прям действительно счастлива, потому что я была наслышана о нашем преподавателе. Мне сказали, что это вообще очень шикарный преподаватель, что у нее жесткая дисциплина, что у нее дети очень любят, они стремятся к занятиям. И мой ребенок, да, я очень даже сомневалась. Я думала, она испугается, застесняется. Но нет, она прям раскрылась. Очень здорово при участии в этом ансамбле. И уже через полгода занятий первоклашки стали занимать призовые места на городских и областных танцевальных конкурсах. С первого года обучения дети проходят концертную практику. Общаются со сверстниками из разных городов и районов России. Я хочу про педагога нашего сказать. Она очень грамотная, очень любящая свое дело, знающая свое дело, педагог. И дети ее очень любят. У нее индивидуальные отношения к каждому ребенку абсолютно. Больше четыре года мы занимаемся. И ни разу я не слышала, чтобы внучка сказала, я не хочу идти на танцы. Не было такого. Ее постоянно тянет. У нее получается. Но это, естественно, нас радует. Самое главное, чтобы ребенок был занят, чтобы его свободное время было обозначено. Чтобы в коллективе поездки на конкурсы очень стимулируют детей. Им это приносит большое удовольствие. Ну и, конечно, уроков очень много в детской школе искусств. Порядка там 8-9 часов в неделю. Разные предметы и классические танецы, народные танецы, современные танецы, постановка. Довольно напряженный график. Основная цель, ну как бы в школе искусств, цель стоит перед нами, чтобы ребенок поступил в профильное учреждение. В училище культуры, в институт культуры. Дом культуры «Железнодорожник» города Октябрьск – творческая мастерская для талантливых людей города. Здесь репетирует детский театр моды «Флай». Дизайнер всех коллекций – Анна Дмитриева. В этом году коллектив победил в областном конкурсе «Лаборатория моды» в номинации «Шоу-представление». Девочки из хореографического ансамбля «Эксклюзив» также принимают участие в детском театре моды «Флай». Мы очень дружный коллектив. Давно вместе работаем, мучаемся. Анна Викторовна очень сплотила нас. Много было поколений коллектива нашего. Кто-то уходил, кто-то появлялся. И мы все всегда принимали новых людей, очень дружебно ко всем относились. И с радостью всех принимали. И сейчас работаем вместе, очень любим друг друга. С Анной Викторовной я знакома довольно давно. Раньше к ней ходила моя старшая сестра на хореографию, а с 2006 года я стала воспитанницей Анны Викторовны. Сейчас мы с ней коллеги, чем я очень горжусь. Анна Викторовна – человек с неугасаемой энергией, с постоянным потоком идей, с решениями. Своей энергией она может и любит делиться с окружающими. Столько огоньков она зажгла в сердцах своих воспитанников. Безусловно, Анна Викторовна – профессионал своего дела. Прекрасный хореограф, замечательный модельер. Вот, например, сейчас на мне вы можете наблюдать блузу, которую смоделировала и шила специально для меня Анна Викторовна. Каждый мой выпуск, он танцует лучше, чем предыдущий. Это однозначно. То есть уровень качества исполнения намного лучше. И те дети, которые первый класс сегодня, они будут выпускаться. Я думаю, что они будут еще лучше танцевать, чем те дети, которые выпускаются, например, на данный момент. Непрерывный уровень профессионализма моего и танцовщиков, которые у меня занимаются. И мы настоящие с ними друзья. У нас полное взаимопонимание. А когда есть взаимопонимание, тут цель одна – встречаться, общаться, танцевать, мечтать о прекрасном. В 2020 году жители города выдвинули кандидатуру Анны Дмитриевой для участия в областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение». В родном городе у Анны Дмитриевой и ее воспитанников признание уже давно есть. Октябрьск нас любит и даже на руках носит. Всячески нам помогает, и руководство наше, и верят в нас. «Признание и уважение» «Признание и уважение» «Признание и уважение» Субтитры создавал DimaTorzok